Санаторий Лозен получил новое физиотерапевтическое оборудование, технику для психологической реабилитации, специальные костюмы Атлант, массажный стол с электроприводом и многое другое. Все приобретения в рамках гранта фонда силы добра. Меры позволят охватить большее количество детей для реабилитации. Особенно с диагнозом ДЦП. Елена Кононова выехала на место. В таких костюмах ходят самые настоящие космонавты. Экипировка приводит в тонус мышцы, которые ослабеют в условиях невесомости. В медицине костюм Атлант широко используется для реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В умной одежде малыши учатся ходить, подниматься по лестнице, выполнять разные упражнения. В санатории Лозен уже давно ставят на ноги маленьких пациентов именно при помощи Атлантов. До недавнего времени их было всего пять. Сегодня в два раза больше. Новые костюмы закупили в рамках проекта «Яромир». То есть он одевается и очень туго-туго хорошо шнуруется по телу. И за счет вот этого мышцы приходят на напряжение. Кроме того, здесь есть еще вот такие камеры, которые надуваются. Вот. И когда они надуваются, они вот согнутое тело, ребеночка у него согнутое, да, состояние, выпрямляют. И таким образом он, во-первых, вертикализируется, и во-вторых, мышцы приходят в нормальный тонус. А это и вовсе ноу-хау. Интерактивная песочница. Первая и пока единственная в коме. С подсветкой и птичьим пением. В речном песке маленькие пациенты отделения неврологии не только строят замки, ставят целые сказки, но и зарывают свои страхи. Этот волшебный стол – только часть психологического кабинета, который появился в санатории. Песочница нужна для того, в игровой терапии, для того, чтобы дети могли более полно реализовывать свои возможности. Песочница отличается тем, что она как бы не требует каких-то интеллектуальных усилий. То есть все то, что происходит с ребенком во внутренней жизни, оно как бы без препятствий реализуется вот в этом песке. Это первое. Для игровой терапии важно еще, что в этой песочнице можно что-то зарывать, прятать. Это элемент такой взросления ребенка, самостоятельности ребенка, сепарации. Это значит, что ребенок может какую-то вещь зарыть, то есть как бы с ней расстаться, а потом отрыть. То есть вот таким образом происходит мягкое взросление. Паровозик прибыл вовремя, а значит, мышцы ребенка работают как надо. Это еще один новейший прибор, который приобрели в рамках проекта. Оборудование и биологические обратной связи. Кстати, медики даже прошли специальное обучение по работе с этим аппаратом. Принцип действия заключается в том, что электродики накладываются на те мышцы, которые нуждаются в работе. В данном случае двигатели нарушения в ногах, соответственно, электроды на ногах. И для того, чтобы посмотреть, как правильно мышца работает, у нас имеется графическое изображение. Вот здесь на экране можно посмотреть. И посмотреть, какой результат имеется в правом углу экрана, отражается успех. В данном случае успех 47%. 47-50% это неплохой успех. На аппарате Тимака обезьянке надо помочь собрать фрукты. Для этого ребенку приходится заставлять себя работать, развивать плечевой пояс. Подобные приборы в санатории были и раньше. Но у этого более современная и удобная начинка. А самое главное, что дети с удовольствием идут на процедуру. Благодаря всем этим новинкам медики Лозома теперь могут охватить больше детей. И родителям не надо вести больного ДЦП ребенка в другие регионы. Реабилитацию он может пройти в коме и, самое главное, бесплатно. Вообще детских санаторий в республике всего два. По направлению с детьми-инвалидами работаем наш санаторий. Именно по детскому церебральному параличу путевки мать и дитя. Поэтому, в принципе, реабилитационные технологии. Мы говорим, что в нашем санатории они довольно на передовом уровне в республике коме. Кстати, в рамках проекта штат санатория пополнился новыми сотрудниками. Воспитатель, инструктор по ЛФК, психолог. Совсем скоро появится и новый массажист. Он сейчас проходит обучение.